удивительные люди политики они почему-то настраиваются на однажды избранную волну и слепо следует своему выбору все факты которые разрушают эту идиллию счет естественно не принимается это я о будущем возможно министр энергетики украине господине юрий витренко вот его откровение в социальной сети фейсбук стабильное развитие зеленой энергетики как и стабильное развитие экономики украины невозможно без утверждения справедливости в украине так необходимо разработать изменение источника компенсации по так называемому зеленому тарифу его в свое время установил парламент как обязательство государства перед производителями энергии из возобновляемых источников покупать ее по тарифу который сейчас значительно превышает рыношную цену для понимания говорится об общей сумме на уровне 10 20 миллиардов долларов до конца действия зеленого тарифа в две тысячи двадцать девятом году сейчас источником для выплаты этой компенсации является тариф на передачу электроэнергии который платят все потребители украине дальше признается что в общем тарифе для населения который сейчас оставляет одну гнев на 68 копеек составляющая непосредственно электроэнергии которую производит энергоатом и продает для населения составляет 15 копеек а составляющая компенсации по зеленому тарифу составляет около 20 копеек весь тариф на передачу составляет около 30 копеек при этом зеленая энергия даже не относится на поставку населению пишет юрий витренко практически за счет обывателя компенсацию получают те кто владеет этой самой зеленой энергетикой весь мир обошли сюжеты из техаса где в общем объеме произведенной электроэнергии зеленая энергетика составляет 25 процентов застывшие мороза ветряки и покрытые льдом солнечные батареи и при этом тот же лед пробивший крышу дома никто не против развития возобновляемой энергетики никто но уровень технологии как показывает жизнь еще не дает той надежности для потребителя как примеру газ или работа теплоэлектроцентрали с уровнем технологии зеленой энергетики что присутствует в украине с такими преференциями которые получают собственники этой отрасли из кармана украинцев в нашей ситуации надо не доплачивать этим самым бизнесменам деньги из наших кошельков а потребовать от них возмещения средств за то что государство украины обратилась за помощью другим странам соседям дабы избежать веерных отключений в период лютых морозов будущий министр нас кормит сказкой шо скоро за эту самую зеленую энергетики будут платить олигархи ибо они виновны выбросе вредных газов следовательно штрафы пойдут из кармана владельцев металлургических заводов на счета владельцев зеленой энергетики вы верите в эту легенду я нет